Ежегодно несколько тысяч мурманских школьников сдают госэкзамены и ищут свое призвание. Одни идут в вузы, чтобы в дальнейшем строить нелегкую карьеру юриста или экономиста. Это по-прежнему два самых популярных направления. Другие, оценив свои силы, выбирают рабочую специальность – повара, маляра или сварщика. Приемная кампания в средних специальных учебных заведениях уже началась. О том, как учат современных рабочих, наш сюжет. Кухню в одном из мурманских колледжей называют не иначе, как технологическая лаборатория. Готовят здесь все, начиная котлет, как сегодня, заканчивая сложными кондитерскими изделиями. Причем отношение к блюдам и своей работе у студентов особенное. Профессии много разных, но есть востребованная, есть не очень. Вот как раз повар – это всегда востребованная профессия, потому что люди всегда будут хотеть кушать. Какой бы она, какие бы люди ни были, какие бы вкусы, какая бы эпоха, люди всегда будут хотеть кушать. Повар готовит, а вот клиентов обслуживает официант или бармен. Будущих специалистов учат сервировки, прием угостей и премудростям разлива напитков. Кстати, при этом используют исключительно воду. Но главное, по словам Ани, студентки второго курса, научиться общению с людьми. Ну а хорошего бармена, как считает девушка, можно определить по навыкам. Самое сложное – это, наверное, научиться на глаз наливать, ну разливать, то есть без джигеров, без ничего. То есть просто ставишь стаканы и разливаешь. Подводите итог финансовой операции. Да, пожалуйста. Рабочая специальность, которая раньше называлась просто продавец или кассир, теперь звучит иначе – менеджер по продажам. Григорий – единственный молодой человек в этой группе. Он уже работает логистом в одном из супермаркетов, занимается приемкой и выкладкой товаров. Впрочем, выпускник имеет большие планы на будущее. В дальнейшем буду пытаться работать по профессии после колледжа. А куда хочешь пойти? В торговлю. Реализовать себя в торговле. Не знаю, попробовать чем-нибудь заняться, бизнесом, думаю. А вот на сварщиков учатся исключительно парни. Чего не хватает студентам этого направления, по словам преподавателей, так это усидчивость и дисциплины. Но не всем. Никита Назаров еще год назад был школьником и выбирал между карьерой строителя, механика или сварщика. Пока в профессии видит только хорошее. К этому располагает и немалая зарплата. Научиться красить стены, класть плитку или штукатурить может каждое главное желание. Наверное, поэтому на маляров в строительном колледже учат ребят в том числе с ограниченными возможностями здоровья. За несколько лет выпустили 50 специалистов. Конечно, сложную работу им не доверят, но у многих есть реальная возможность устроиться. В любом случае, два года обучения – это хорошая социальная терапия. Удобно и красиво. А чему научился? Я штукатурю. Я вот, я вот, крашу. Я тут белил, штукатурил и красил. Все получается у тебя? У большинства средних учебных заведений, где можно получить и многие другие рабочие специальности, приемная кампания продлится до конца августа. Так что неудача на ЕГЭ или ГИЭ – не трагедия. Главное, чтобы родители, мечтающие о высшем образовании своих чад, это тоже осознавали. Продолжение следует...